Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 18 мая 2015 года, понедельник, выпуск номер 38. Всем привет. Громкие темы у нас сегодня, прям сильно громкие. На ютюбе новый шрифт. 12 лет... Ой. Принципов. Да, 12 принципов материального дизайна. Поговорим, да, еще раз. И поговорим про то, как Google может заработать денег больше, чем Amazon и eBay вместе взятые. Погнали. Ты, кстати, не сказал 100 еще тем очень крутых, поэтому не переключайтесь, если вы не хотите слушать. Да, да, да. Тут у нас, в принципе, 9 тем, включая нашу главную любимую, с которой Никита сейчас и начнет. Да. Знаешь, как она называется? Сегодня мы ее назовем импортозамещение. Я вот так решил назвать это. Знаешь, вот все, кто сейчас вот сидит, секта, у которых есть секта на каком-нибудь медиатемпле, там еще на чем-нибудь. Вот это все выкиньте, это свое. Все, что за доллары вы там покупаете, можно за рубли на smartape.ru. Сейчас проходит тем более акция, у них на безлимитный хостинг, 50% скидка на первые полгода. Регистрируйтесь у нас по ссылке в описании, там, в общем, да все вы разберетесь, что вы тупыш. Да, промо-код введете, безлимитный хостинг, товары и услуги. Встретимся на борту. Да. Переходим к моей любимой теме. Did you notice YouTube's new fund? Да, с легкого начнем. Просто, просто, как бы новость о том, что YouTube наконец-то начали соответствовать стайл-гайду ихнему, гугловскому, и решили ввести вместо Ариала, представляешь, вместо Ариала, то есть, какого, а что не Times New Roman, вот раньше они сидели, вместо Ариала начали использовать робото. Ну, я заметил, я честно скажу, прям вот был момент, когда я утром проснулся и в слэке написал, ребята, YouTube шрифт сменил. Да, нет, это видно. Я сурсы залез и увидел, что работает, он прям сильно бросился в глаза. Ну, знаешь, некоторые сменят и не видно, а тут прям вот видно. Да. Вот давай, подожди, вот давай. Чё они так отстают? Именно YouTube. Здесь написано, вот в этой статье, что они тестировали на небольшом количестве людей, специально отобранных, которых не шокируют, видимо, такие изменения. Угу. И, ну, юзер экспириенс сильно поменяется. Вдруг они, ну, ты же понимаешь, чё им главное? Вдруг будут меньше кликать на рекламу от того, что работа по всей странице. Ой, ну да. На это-то они не могут пойти. Ну да. И вдруг реально, ну, как бы, Aerial уже, мне кажется, крысы даже лабораторные воспринимают. Это такой настолько дефолтный шрифт, который уже, ну, просто бабка моя воспримет, и ей нормально бы. А вот работа, её он смутит, возможно, она закроет просто вкладку, и всё. Ну, он такой более округлый, конечно. Он ещё вытянутый, то есть он узенький, я бы даже сказал. Ну, видишь, ребята на андроиде-то всё равно не дураки? Ну, которые изначально придумали. Я бы поспорил с этим, конечно. Ну и вообще, и вообще, в принципе, то есть это же гугловский шрифт один. Ну нет, шрифт хороший. Он, ну, кроме того, что он бесплатный, там, на гугл-шрифтах у него, там, поддержка всей кириллицы-хренилицы, он, правда, неплох. То есть, если Санс серию шрифты рассматривает, то он, он наравне с ПТ Санс и Оупен Санс, очень хороший Санс бесплатный шрифт. Ну, кстати, вот да, то, что ты говоришь, поддерживает кириллицу. Наверное, работа, он вообще очень много чего поддерживает. Конечно, все там греческие, папуа, самоа, всех вот этих, самоа это в Таиланде, правда, но у них там тоже свои какие-нибудь, наверное... То есть, это удобный шрифт, на который можно перейти. Я значками это называю. А представляешь, ты бы зашел, у тебя квадратики на ютубе. Ну да. Нет, наверняка какие-нибудь придурки написали плагины для хрома или для чего-нибудь, которые на ютубе меняют шрифт. Ну, то есть, они заходят, если это ютуб, они джаваскрифтом меняют тебе шрифт, на какой ты хочешь. Почему придурки? Ну, я не знаю, зачем, ты же нарушаешь, знаешь, это вот... Запреты. Да, я вчера в паблике выкладывал такую хрень, а нет, я сегодня ее поставил, на... На 2 ПМСК. Так. Я поставил хрень, которая CodePen эмулирует изменение того, как мышка двигается. И ты там как бы двигаешь курсор, и он хоп в каком-нибудь месте замедляется, тебе не дает двигать и так далее. И это типа CodePen сделан специально, чтобы типа... Вот для всех придурков, которые меняют поведение скролла, делают медленный скролл. Делают скролл, который листает сразу, ну, большими такими кусочками. Ну, знаешь, такие фуллскрин скролл, когда он между слайдами. Типа, представь, что это все говно, это сильное внедрение в юзабилити. Вот как только вы попробуем вам изменить юзабилити, как двигается курсор. Сенс, так скажем. И вы типа сразу это заметите, и будете в недоумении. Вот здесь примерно то же самое. Я не помню, к чему я это начал. А мне интересно, вот это мы с тобой так реагируем на скролл, когда он... Потому что меня вот тоже бесит. Я хочу управлять так, как я управляю. А интересно, обычные люди, которые, ну, грубо говоря... Не надо никогда думать, что обычные люди хуже или лучше нас. Точно так же. Их это бесит не меньше. Я абсолютно точно уверен. Ну да. Да. Ну прям, ну, а иначе какого хрена? Ну вот поэтому они тестировали на отдельной группе людей. Угу. Самых больших любителей рекламы. И посмотрели, снизились ли у них там клики. Вот я уверен, что это реально меняется. Это вот мы с тобой сидим и ржем. Ну. А вдруг чуваки подумали, что это фишинговый YouTube. Перестали там на рекламу жать там или еще что-нибудь. Испугались. Да много бреда может быть, поэтому... Ну давай тогда, раз мы уже начали про Google, перейдем к следующей. Я хотел... Помнишь, как перейти? Что типа есть шанс, что Google дальше пойдет и полную материальщину на YouTube сделает? Материально. Все теньки, висячие кнопки, вот это все. Я... Это не скоро будет, если они только Arial сменили пока что. Ну, а вдруг на тех людях, которых тестировали работу, вот в данный момент на них тестируют стики, вот такой же стики-хедер вот с этой тенькой, которая нам показывает, что он выше на материи находится там. Ну, YouTube, он достаточно и так сейчас приближен. Он еще не материальный, потому что материальный дизайн там очень много всего надо выполнять, но он уже приближается к этому, да. Ну вот да, есть шанс, что так будет. Там просто настолько мало элементов на YouTube, в принципе. Ну, но тем не менее, вот давай на секундочку. Вот есть какие-то, вот тут могли теньку, например, сделать. Могли, да. Это материя же выше, чем та, которая... Конечно, и по иерархии, и по... Ну, то есть... Ну, я думаю, некоторые слушатели не знают еще принципов материального дизайна. И для них следующая тема. Они на нас не так давно подписывали. Кстати, подписывайтесь обязательно. Слушайте, смотрите старые подкасты. Это круто. Я сейчас даже помечу себе, как всегда, на какой минуте я такие умные вещи сказал, на седьмой. И сделаю там потом подсказочку. Не забуду и не собьюсь. Где маркеры? Маркеры куда-то просрал. Ты можешь пока... Да, я пока анонсирую, анонсирую, что сейчас будем говорить про 15 вещей, которые надо соблюдать в материальном дизайне. Какие 15? 12. Вот. Ну, собственно, статья на... Статья на... Прочему-то на адоп.ком. Почему, интересно? Ну, это блог Dreamweaver. И, видимо, несмотря на то, что продукт у них говно, команда хорошая. Она пишет полезные для комьюнити статьи. Я в паблик пару раз уже с этого блога выкладывал статьи, грешен. То есть не чурался. Да и я, видишь, не чурался. Так, я нашел маркеры. А, кстати говоря, про Dreamweaver и Adobe Muse мы говорили в прошлом сезоне. В прошлом... В прошлом выпуске, да. Ты подожди, Adobe Muse. Dreamweaver мы не говорили. Но мы как бы говорили, что косвенно... То же самое, что Muse. Да, да, да. Но, тем не менее. Так, восьмая минута. Старый подкаст. В общем, 12 базовых вещей. Если вы еще не знаете, то они такие. Во-первых, знаете, что официальные ресурсы, то у нас google.com.design.spec.material.design.introduction.html. Так, отлично. Да. Нужно понимать материя. То есть все у нас типа на ткани находится. Поэтому никаких объемов, ничего такого. Все лежит друг на друге. И этим вся иерархия и показывается. То есть вся абстракция. Из-за этого нельзя там лишнего сгибать никакие блоки. Потому что, ну, если бы ты представил себе, что это материя, то у нее все физические свойства именно материя. А что я материю не могу сгибать? Можешь, но YouTube не очень за. Уголочки... YouTube именно не за. В смысле Google. Помнишь, они показывают, что вот один уголочек можно надгибать? Но... А вот пополам сильно, это уже пошло. Да, да. То есть вот... Причем какой-то конкретный уголочек даже. Да, я помню, что чуть ли не левый верхний, они там сами еще не соблюдали. Но смешно было. Использование теней для того, чтобы иерархию подчеркнуть. Ну, понятно. То есть, опять же, вот она, вот эта висячая кнопка в WhatsApp. Интересно, это концепт? Это WhatsApp? Или так на Android выглядит? Да, это концепт. Да, конечно, вот именно. Оно бы первым делом стало у тебя на iOS. У меня бы на iOS они бы соблюдали наши принципы. А это наши именно принципы. А на Google они сделали, типа... Технически, если будут какие-нибудь очень крутые разработчики, то они будут чтить для своего приложения разные гайдлайны тех систем, для которых разрабатывают. Но это палка о двух концах. Потому что ты чтишь, то чтишь, а у тебя пользователи сменили с iPhone на Android. Они так-то привыкнуть не могут. Думают, ну, блин, ну хоть в WhatsApp, хоть что-то стабильное. Заходят, чёрт, там тоже материя, сраные висячие кнопки. Думают, блин, беда. Да. Поэтому помните, что тени, они показывают иерархию. Чё выше по теням, чё отбрасывает тени, то типа важнее. Использовать жирные цвета. Ну да, в материальном дизайне всё такое прям цветастое. Это бросается в глаза, и это тоже подчёркивает иерархию. То есть, насыщенные такие, жирные? Насыщенные, ну, конечно. Которые прям... Они, в смысле, не такие, которые мягонькие, как в хипстерских всяких дизайнерах, не дизайнах, не тёмные такие, приглушённые, desaturated. А именно яркие, просто такие цвета, которые как детей учат. Вот это голубенькие. Почему интересно? Это сиреневые. Чтобы сразу башку всё это вбивалось, и всё. Это знаешь, как любят рекламировать в фильмах типа Трансформеров. Ты сидишь, у тебя уже жопа вибрирует, у тебя дырка в мозг открытая. И тебе прям в неё рекламу сникерсов и твиксов вливают. У тебя дырка открыта действительно. У меня обычно открыта дырка, когда я в кино сижу на Трансформерах, понимаешь? Use primary color and accent color. Ну, это... Хорошо, да. Это, на самом деле, принцип не только материального дизайна. Не надо использовать много цветов. У вас есть основной. Вы расставляете акценты, так пользователю проще, опять же, иерархию понимать. Что вот на это надо обратить внимание. Ну, вот как, например, здесь Snapchat. То есть здесь вот, видишь, опять яркие. Да. Это пурпурный. Пурпурный. Окей. Это фиолетовый, а это розовый. Например, как деток учить. Когда ты делаешь материальный дизайн, ты деток учишь. Помни об этом. Так. Теньки, цвета. Utilize white space. То есть использовать большое количество свободного пространства. Но это ещё постулат из flat дизайна. То есть это прям используйте white space, большую типографику и так далее. Это прям... Это всё из флета, из начала 2010-х. Use edge to edge images. Край в край изображения. Очень много об этом говорят. Я тоже, ну, что в этом материального не ясно. Ну, вот, видишь, здесь контейнер и здесь изображение край в край. Не вот так писенька такая по центру, квадратик. Ну... А край в край. Даже если оно обрезанное. Это спорно, что она край в край как бы... Край в край своего контейнера, естественно. Ну, просто чтобы у тебя не было границ. Чтобы ты большие изображения типа использовал и так далее. Вот, видишь, здесь хэдер, шапка, она тоже край в край. Край в край того момента, который... Это, кстати, концепт твиттера в материальном дизайне. Надо сказать, неплохо. Не хотел говорить этого, а неплохо. Ну да. Правда, прикольно. Я вот сейчас даже это открою себе в отдельной вкладке, потом положу в паблик. For image-based designs, extract colors from the images. Если... То есть брать из картинок цвета какие-то? Ну да, если... Да. Recontextualization. Зеленый вот здесь откуда, скажи мне? Я не знаю, это портал какой-то. Мне это все порталы напоминают. Ну, ладно. Оранжевый и красный, да, действительно. То есть это тоже акценты. Ты используешь такую шапку в этом... Ну, на какой-то странице. И потом основные цвета из этой шапки используешь для выделения каких-то вещей, ну, дальше на странице. Там рамочки, хренамочки. Не знаю, причем здесь зеленая, но... Окей. Sure какой-то. Incorporate motion. Ну, это здесь они про свои анимации супер, которые плавные. Ну, и они, видишь, говорят, что движение означает значение. То есть, когда ты что-то выделяешь, тебе, опять же, как ребеночку, должно прямо оно выплыть на тебя, чтобы ты прямо прочувствовал, как оно выделилось. И выплыло это хоп, и весь экран заняло. То есть, прям, ну, тебе визуально прям показывает, что ты выбрал. То есть, не то, что ты просто подсветил. А именно ты выбрал, взял, приблизил, увеличил, развернул, и тебе прям сильно понятнее от этого. Ну, чтобы дураку понятно было, понятно. Да, детям. Давай будем говорить детям. Хорошо. Чтобы не оскорблять других. Make motion authentic. Так. Там у них есть свое, типа, страница, как надо делать аутентичное движение. Ну, и там анимации. Ну, и там говорит о том, что чем больше материя, тем, типа, у него больше масса. И нужно вот эти законы физики, которые очевидные, типа, они должны соблюдаться. Давай посмотрим. Из-за этого ускорение... Так, понятно. В Safari не все работает. Ну, это, видимо, только в Google Chrome. Ну, про Google Chrome мы еще поговорим сегодня. А тут что-то как-то... Ну, ладно. Не важно. Короче говоря, у них есть свой гайдлайн, как именно делать анимации, по каким-то... Ну, формулы не написаны, а написаны ощущения. Как они должны чувствоваться. Make everything responsive. Я думаю, это ни для кого уже не постулат, это уже просто татуировки пора себе портачить, что responsive навсегда. И причем портачить ее полностью, ну, как бы, в окаемление, например, руки, чтобы она адаптивно была. Чтобы она responsive была. Конечно, да. То есть, как надо. Remember everything in the details. Ну, это как бы понятно, что все в деталях. Как там, дьявол в деталях, да? Какое выражение? Да-да-да-да-да. Вот, видимо, оно о том же, что, типа... Обращайте внимание на детали, делайте все... Ух ты, ема я. Короче, знаешь, что я хочу сказать? Что же? Люди, которые, мне кажется, еще не заходили по первой ссылке, которую ты назвал, там, slash resources, slash что-то. Вот, на самом деле, на самом деле, вот то, что мы прочитали эти 12, это полная фигня, потому что ты вот это прочитаешь и все равно не сможешь соблюдать. Там надо, чтобы понимать, там надо Библию изучить, ихнюю Google, вот этот материал дизайн. И даже не столько... Ну, сначала Библию изучить, потом 100 тысяч примеров посмотреть. И потом 100 тысяч раз сделай, чтобы нормально было. И у нас 101-й будет у тебя материальный дизайн. Да-да-да. То есть, как, собственно, и в любых вещах. Ну все, что? Переходим к следующей теме, introducing Windows 10 editions. К Microsoft теме, так скажем. Да, у нас теперь тоже... Кстати, сегодня нет ничего про Apple. Охренеть. Ну, зато сегодня есть про Google много. Ну, давай. Короче, все знают, что этим летом будет Windows 10. Наконец-то, да. Наконец-то будет Windows 10. И вот ребята на блоге, ребята, я так их люблю называть, мои знакомые из Microsoft, ребята, рассказали, какие будут версии Windows 10. Вообще, в принципе. Ну, тут ничего вообще секретного нет, но давай пробежимся. Значит, они представили, что будет обычная Windows 10 Home, классическая, которую все взламывают. Ну, в смысле, которая взламывали там Windows 7 Home, короче, там и так далее. Да нет, по-моему, Home... Windows 7 все время взламывали Ultimate. А, чтобы у тебя вообще все было, да? Да-да-да. Ну, просто как-то так получилось. А XP, я помню, был момент, когда был Home, он зелененький был. А потом появился XP Professional, там какие-то там пару служб добавили. Да. Но почему-то все начали пиратить его, и там уже синенький был. Ну, что бы у тебя самое крутое? Вот ты если уже пиратишь, то самое крутое. Да, в основном же всем пиратили знакомые компьютерщики, так это назовем, ты же программисты. Ну. И они, видимо, ну, для себя взяли Professional, потому что там служба принтера лучше работала условно. Я не помню точно, какие там сети. Администрирование какое-нибудь. Ну, там сетевые службы, да. И вот. А у них дисочки уже нарезаны были с Professional, он как-то Home отошел, был момент, был. Ну вот, и тем не менее, в Windows 10 Home все равно все будет, все, что нам нужно для жизни. Конечно же, не офис, на котором в основном зарабатывает Microsoft, а всякие такие вещи, типа Cortana, типа вот ихнего, ну, естественно, Edge браузер, естественно, вот Hello, вот этот Face Recon. Короче, все технологии, которые они хотели ввести, новые все будет, и все старое. Ну, короче, все будет. Как обычно. И, значит, Windows 10 Home, она как для PC, так и для планшетов. То есть, мобильная, короче, Windows 10 Mobile, это уже следующая версия. И она только для телефонов. Я не знаю, как у них там жизнь, если честно, будет ли те, кто сейчас на Windows 8, да, мобайл, наверное, такая у них. По-моему, 8.1 уже тоже на телефоне. Будет ли она обновляться? Да, вот смотри, Windows Phone 8.1. Угу. И здесь написано. Так. For the first time ever. А, ну это то, что они предлагают полную версию Windows 10 Home, Mobile и Pro, как бесплатный апгрейд для 7-ки 8.1 и Windows Phone 8.1. Ну да, это все. Значит, Windows Phone 8.1 именно 8.1. То есть, новые трубки, которые уже не Nokia, а которые уже под брендом Microsoft выпускаются, вот они, видимо, обновятся до десяточки хорошо. Ну все. И, кстати, это круто. Я прям зауважал, если все так и будет. Да, потому что, просто покупать новую трубку ради новой винды, это как бы... Вот. Ну да, Windows 10 Pro, это с расширенными, с расширенным функционалом. Home, как бы, грубо говоря. Давай попробуем разобраться. Ну давай, а что тут разбираться? Тут какие-то фичи для бизнеса. Какие-то, опять же, это, опять же, не касается офиса. Это касается именно внутренности винды. Тут написано, какие-то облачные технологии, ремоут, десктопы, подключаться с одного на другой, какую-то информацию собирать. 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 Бизнес дейта. Это ты уже, я понял, это ты на ихнем, на индусском. Ну нет, я на самом деле, тоже какой-то эстонский, латышский вариант. Так, окей, короче, про будут взламывать, я понял, вот какой будет. Или Enterprise все-таки будет. Короче, это, сами понимаете, для крупных корпораций, чтобы ты установил себе на тысячу, допустим, банок. И то, наверное, ты не крупный, я сейчас сказал. Ну нет, ну тысяча уже пойдет, уже можно. У нас вуз, это тоже Enterprise, а там порядка 200 банок, поэтому... Ну вот, вот тысяча, вот это Enterprise, ты поставил, и там вообще все уже будет. Там, скорее всего, уже не нужен системный администратор, чтобы администрировать тысячу банок на Windows 10 Enterprise. Они сами там общаются. Ну, сейчас вот системный администратор, это поржут, которые курсы сейчас проходят, что у них там новый Windows 10 сервер, который на замену 2012 R2 там приходит. Какой-нибудь. Да. И Active Directory, также дерево все надо будет добавлять, все вот это прописывать. Подалять пользователи. Классические вот это все. Ой, лес, лес, домен. Ой, да-да-да. Я думаю, оно будет все проще, удобнее, но тем не менее. Ну, как, собственно, да. Вот, естественно, будет версия для учебных заведений, и она будет наслаиваться на Enterprise, как я понимаю. То есть у тебя, вот опять же, если вуз... Вот здесь, видишь, сказано Enterprise, Enterprise еще включает в себя long-term servicing branch. Короче говоря, только Enterprise-овские винды можно будет объединить вот в этот кластер, на который накатывает сразу одновременно на все банки какие-то критические обновления. Ну, вот, ну, это да. То есть, про это все-таки, про это все-таки для маленьких таких ипшек, а Enterprise- это все-таки серьезно, да. Ну, вот, Education, естественно, будет деньги зарабатывать на этом. Хотя, я не знаю, кстати, по какой-то там, по какой лицензии, по каким денегам. Ну, Education от Enterprise отличается только, да, лицензированием. Как будут распространяться, за какие бабки, за какие откаты, то есть, это просто сугубо уже замуты с лицензированием. Ну, естественно, будет Windows 10 Mobile Enterprise. Я не представляю, это вот, представляешь, у тебя, короче говоря, в организации все на трубках сидят, которые за твой счет оплачиваются, за счет корпорации. Все там Enterprise трубки, там, представляешь, что там? Что там? Там скрытая информация, поэтому они ее, типа, хотят защищать, из-за того, что там будет накатана Mobile Enterprise версия. Она будет больше данных собирать и так далее. Потом выяснится, что ты, как Хилари, с личной почтой отправлял всякие важные вещи. И потом будешь отмазать, да это мой личный сервер, да к нему никто доступ не имеет. Ну, да, да. Вот, да, чтобы не было никаких проблем. Вон, смотри, Windows 10 IoT Core есть еще. Это для всяких типа часов, которые носятся и так далее. А, даже так? Да. То есть, будет небольшая, маленькая, урезанная какая-то версия винды? low-cost device like gateways. Gateways шлютс. Видимо, будут какие-то сетевые железки под маленькой, маленькой, десятой виндой. Ну, видимо, там просто драйвера хорошие, API, чтобы все это прям работало как часы. Не как сейчас с кучей танцев сбумнул, когда ты через PowerShell коннектишься к какому-нибудь коммутатору, он отвалился, тебя нахрен выплюнул. Тебе пришлось вручную подойти к нему проводом, цепануться. Ну, классика. Вот это все. Ну вот, то есть я, короче, напомню, что Windows 10 будет бесплатно для тех, у кого есть Windows 8. 1. Ну, 8. И 7. Да. То есть можно спокойно будет обновиться, неплохо. Причем кто-то даже сказал, что даже на пиратках покатит. Ну, какая-то была тема, если ты уже в инсайдерской штуке. Да, будем проверять. Мы, кстати, попробовали. Мы попробовали, накатили, просто, просто накатили. Да, просто вот нынешнюю, нынешнюю Windows 10 инсайдер превью. И все нормально. Мне прям понравилось, я даже доволен. Там еще монитор хорошего человека. Да, да. Не могу забыть его монитор. Ну, все по стандартной схеме. Пуск теперь маленький. Да, пуск теперь маленький, удобный, там куча каких-то служб дополнительных. И самое главное, когда я включался компьютер, там по иблу на белом фоне черным текстом писалось. Да, да. Я прям эстетическое удовольствие в тот момент получил. Ну, да. Кстати, картана будет доступна не везде, в России не будет. Имеется в виду, что она на русском не говорит или вообще нельзя? Ну, видимо, вообще нельзя. Если ты русскую винду поставил, то как бы не очень. Хотя, может быть, она и по геолокации тоже тебе будет фу-фу-фу, я у тебя ничего не буду делать, пошел нафиг. Ну да. Картана will be available on Windows 10 at launch and select markets. Вот, я как бы чтобы подтвердить свои слова. Понятно. Переходим к следующей теме. Как-то мы прям плотно про это поговорили. У меня аж ощущение такое, как будто о киселян убился. Can Google outsell Amazon and eBay? Статья на Wall Street Journal. Просто вот может ли? Да, с моей crude oil растет. Уже 60 баксов. Ты имеешь в виду, можно заходить на вот этот vsg.com и следить за акциями? А ну нахрен. Это как газета коммерсант. Такой вот Wall Street Journal. Конечно можно. Ну да. Можно сейчас зайти в currencies, commodities. Ну слушай, давай. Здесь чуваки рассуждают, можно увеличить картинку. У них причем по-моему какая-то реклама справа даже есть на Wall Street Journal. Ну а что, они не люди что ли? Ну согласен. Ты имеешь в виду, как нам написали, а что это у вас на главной Google AdSense? Да, мне хочется сразу вспомнить некоторые сайты, вот например Brainy Quotes, откуда я цитатки иногда подтягиваю. Так. Ну это сейчас еще, тут чуть нет AdSense. Обычно здесь AdSense, причем иногда он на полэкрана даже доходит. Вот он, вот он. Вот тут ни одного AdSense, кстати, на главной. Да. Если на Last.fm например зайти. Да если, опять же, на The Verge зайти. То есть, ну реально, как бы AdSense, он даже на серьезных сайтах есть. Вот это просто. Маленький такой, прям у-тю-тю. Но люди не ведают, что говорят, когда такое говорят, поэтому продолжим. Угу. Так вот, Google собирается в ближайшие недели включить кнопки купить прямо в поисковой выдаче. Нет, ты стой. Ты мне сначала сказал так, как будто это просто, типа, было бы прикольно, если бы, а они прям собираются. А мы для них-то и были, да, да, да. Все, уже объявлено. Тогда, тогда у меня вопрос, хорошо. Тогда, тогда почему раньше не включили? Ну, наверное, сложно реализовать. Они код писали для этого всего. Может быть, они ждали, когда YouTube работу введет? Тоже возможно. Скажут, так сейчас, сейчас, сейчас шрифт доделаем. Там люди, которые жмут, жмут они или не жмут на рекламу. Все жмут, все шрифт, а потом, ну, сколько она, ну, ну, несколько недель, да, но в течение нескольких недель сделаем кнопки. Да, ну да, чем это грозит тогда вообще нам, людям? Это грозит, нам ничем, нам удобством это грозит, сразу из Google покупать. А процентом не увеличится Google? Я думаю, нет, они же оптовые цены, они же шлюзы, то есть, они как бы не будут у себя закуп устраивать и на складах что-то хранить. Так. Поэтому, для таких людей, как Amazon.com и eBay, существенно сократится доля трафика из поиска, доля именно того лидов, да, которые купят потом что-нибудь на eBay. То есть, вот гуглю я наушники, да, Soul Republic Master Tracks. Угу. И мне на первом месте, естественно, выйдет официальный сайт с описанием, и, а после этого позиции на Амазоне, на eBay. Угу. А тут мне официальный сайт выйдет, и под ним кнопочка Buy with Google, Shop on Google. Угу. Вот так вот. И все. И мне по хрену, как там Soul Republic с Googleом сконнектятся, по каким ценам они это сделают, у меня будет своя Google корзина, но я так это вижу, может быть не так. Ты имеешь в виду, ты даже не будешь понимать, где ты покупаешь? А, да, мне будет похрен. Потому что, видишь, Google will offer wide range of payment options. Они, может быть, мне в кои-то веки сделают так, что я смогу Яндекс с деньгами платить сразу напрямую куда-нибудь там, и они мне сами как-нибудь там что-нибудь доставят. А, собственно, у них API это будет крутое, чтобы я свой, если магазин написал, чтобы меня выдавали вместе с... Я думаю, если тобой они заинтересуются, как органы, как органы, да, то будет. Но вообще нет, здесь написано, что ритейлеры могут отправлять Google data, data feed, то есть специальные RSS-ленты с товарами. И я думаю, много кто поднимется, кто напишет сейчас плагины для того, чтобы в Google отправлять вот это все. Интересно, сейчас вот толстые дядьки в антимонопольной корпорации сидят, они ничего не скажут по этому поводу? А они скажут через Bing ищите, там нету ничего еще. Google у себя что хочет, кто-то делает. Ну, да, с одной стороны, но с другой стороны, ты в натуре, если у eBay сейчас упадет все, прямо у директора все упадет. Ну, а что, это рынок, свой, строй свой поисковик. Ну да. Делай то же самое. Ну да. В конце концов, я думаю, много людей, которые на eBay заходят, ну, как бы, пиша, пиша, писа, ebay.com и там сразу ища. То есть, я бы, кстати, посмотрел на эти проценты, знаешь же, во всяких, во всяких читалках, вот, во всяких читалках, там, наверное, есть кнопка eBay прям, какой-нибудь. да. И, скорее всего, ну, знаешь же, кнопка Google, я думаю, там тоже в таком случае будет, если кнопка eBay там есть. Не, 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 но я имею в виду, что ты вот, кто там, какая от, от eBay, амазона этот, допустим, там точно есть кнопка Amazon. Ну, да, там Kindle Store, вот это все, то есть, это само собой. Здесь еще пишут, это все из-за того, что увеличивается доля мобайл девайсов, и вот они, видишь, они корректируют мобильную выдачу, и вот то, что ты с мобилы сможешь сразу из Google покупать, они сделают так удобно, что тебе даже не захочется на другие сайты переходить. Я не уверен, это круто будет или нет. Ну, будем пробовать. День развивается, посмотрим, как это будет касаться вообще кого-то, кроме USA в первое время. Может быть, не сразу это все выйдет в свет, но будем посмотреть. А ты на Яндекс.Маркете пробовал что-нибудь покупать? Яндекс.Маркет это агрегатор, он тебе показывает магазины, то есть ты смотришь какую-нибудь кофеварку, кофемашину, тебе показывают, что она есть в МВиде, есть в РПД, есть там-то, там-то, ты жмешь купить, и тебя редиректят туда. Я не знаю, берет за это Яндекс.Процент или нет. Ну, то есть, если ты проходишь по их, так скажем, ссылочке. Ну, подожди, давай. Давай посмотрим. Это же как бы тоже, это аналогия, это прямая, грубо говоря, только там нет кнопки купить, и их внутренних никаких тем нету. Хотя у них, видишь, свои бабки даже есть уже раньше, чем у Гугла. Да, да, но они гении, что там. Так, новый смартфон, давай, я прям буду, как меня ведут, айфон, 64 гига, давай 64 гига, 37300, от. Чё, подещал, что средняя цена 52. Хорошо. Вот, заказать за 55, видишь, онлайн трейд.ру, и меня сразу туда... Я боюсь, чё сейчас будет. Слушай, нет, у меня моя Яндексовская корзинка. Вот, а дальше в корзине, чё? А дальше в корзине, мне нужно... Вводить свои данные? Да. Угу. Чёрт, здесь уже палево. Окей, значит, короче говоря, будет примерно так выглядеть, как Яндекс.Маркет, скорее всего. вот чей это телефон? Ты не знаешь? Я, возможно, на того, на кого ящик записан. Скорее всего, потому что я не знаю этот телефон. Может быть, это Санькин? Ну, неважно, короче. Ладно. Ну, будет. Короче говоря, да, но, Vision Line Trade.ru. Угу. Вот, есть связной Челябинск, Эльдорадо, Мегафон, Медиамаркет. И здесь можно нажать в магазин. И ты в магазин уходишь, и уже... Ну, Яндекс.Маркет, клик, там, точка говно, точка чё. Ребята из Медиамаркета будут знать, что к ним перешли из Яндекс.Маркета. Это факт. Будут ли они проценты за это отдавать Яндекс.Маркету? Ну, надо куки смотреть, что-то в куках написано. Если сейчас там написано, я пришёл из Яндекс.Маркета, бла-бла-бла, то, ну, может быть. Понятно. Ну, короче, вот примерно так, я думаю, будет это выглядеть у Гугла. Меня интересует, теперь где 37-300 стоят? Да нет, на самом деле у нас в Челябинске можно за 37 тысяч купить. А, на 64 не знаю. 64, да. Ну, на 16 точно можно купить. Где? Ну, так же в Аймедрисе. Как обычно, на Sony Кривой. Да. Приходите к нам в Челябинск, поезжайте на Sony Кривой. У нас дешёвые айфоны. Да, и скажите, что вы от нас. Я правда не знаю, как это поможет нам. Мы придём потом ракетить, говорить, что она. Слышишь ты, толстый. Да, да, да. От нас пришли. Ну, ладно, не будем искать похрену. Угу. Главное, это чё? А, это я тут, понятно. Ну, давай, чё у нас следующая тема? Следующая тема у нас расставание с Хромом. Расставание с Хромом? Мне нравится заголовок, опять же, классический. Тут реклама. На сайте. И, да, на The Next Web это вторая у нас сегодня уже новость блога Next Web. Такой странный юзабилити, там как бы тебе статья маячит, но вот я до этого даже и не догадался, что надо навести и долго держать. Если навести и отвести, она обратно туда выгодит. типа она тебе не нужна. Ну, да, да, да. Ну, давай, Никита. Короче, тема, вообще, мне кажется, таких тем в интернете появляется очень много, что, типа, Google Хром стал плохой. Вот, реально, плохой стал. Угу, по мужикам. Да, то есть, раньше лучше было, типа, короче, там все, все такое. А сейчас он плохой, выдает постоянно какие-то ошибки, засоряет тебе полностью всю оперативку, что у тебя все разряжается, что... Вот про это статья. Угу. И здесь даже есть такой замечательный график, который, опять же, опять же, надо посмотреть на него. Значит, здесь выведены запросы, что, типа, такой-то, такой-то браузер работает медленно. То есть, допустим, Chrome Slow, там, Firefox Slow, Internet Explorer Slow, Safari Slow. И, типа, как эти запросы вообще по жизни двигались? В каком году? Сколько запросов таких было? И мы видим, что изначально сильно Internet Explorer все запрашивали, что, типа, а сейчас, видимо, уже совсем им не пользуются. Firefox в 2010 году вообще говнил. Че-то в 2010 случилось, Firefox, видимо, реально там, уволили, может быть, какой-нибудь, или наоборот, приволили. Нет, там, помнишь, была тема, фарфоксовский CEO заявил, что он против геев, там, все плохо и плохо. Но это, правда, не было в 2010, это было совсем недавно, его уволили за это. Так. Вот. Но это я так вспомнил просто. А в 2010 он что делал тогда с геем? Я не знаю, может быть, тогда он заступил как раз и опустил вот этот график с... А, может быть, он наоборот крутой. Ну да, наверняка, наверняка тот, кто против геев, он крутой. Скорее всего. Короче, и вот нам на графике-то явно видно, что типа, Chrome Slow сейчас очень много запрашивает. Очень много запрашивает. С 2013 года он идет, идет, идет. Но, но, если мы действуем по аналогии с тем, что интернет-эксплорер просто сейчас не запрашивают, потому что просто им не пользуются, возможно, интернет-эксплорером просто, фу, Google Chrome начали сильно пользоваться. Ну вот вдруг. Нет, я даже это и не отрицаю. И, возможно, он тормозит у тех дураков, которые кучу себе расширений наставили, которые там все делают и так далее. То есть тут очень много, как бы, можно о чем говорить, но, но. Так. Мне кажется, интернет-эксплорер, он же все еще дефолтный браузер. Так. Даже вот в 8.1, 10 интернет-эксплорер, я вот ни разу не работал он медленно. А я с него все делаю на компьютере, на большом. Ну да. Даже видосы на YouTube загружаю. Не, понятно, я ничего не... Он нормальный. Просто, ну, а Chrome, даже вот ты сам от него отказался. Ну да. В свое время. Ты теперь пользуешься, страшно сказать, Яндекс.Браузером. Ну это тоже самое Chrome на самом деле. Просто, видишь, здесь надо смотреть, здесь надо смотреть, знаешь, на что? Ну-ка. На то, что, на какой ты, во-первых, операционной системе сидишь. Так. Если ты уже на Mac, то какого хрена у тебя Chrome? Ну, ты скажи это всем, кто там... Я сказал только, что реально, сейчас я представляю, что будет в комментариях, но тем не менее. Verge доложили, что Chrome, использование Chrome, а не Safari, уменьшает время работы на 3,5 часа батареи. То есть Safari работает на 3,5 часа дольше, чем с Chrome. Ну, это как бы... И это нормально. Это знаешь, что нормально? Это все равно, что ты себе на Chromebook накатил Safari. Ну, нахрена? На Chromebook пользуешься уже Chrome. Как бы там один Chrome есть. Потому что под это все я... Я ж зевнул. Под это все я оптимизирую. Ну, и вот я всегда Safari пользуюсь. Я помню, мы с тобой в 11-м году смотрели презентацию Лайена. Фил Шиллер там рассказывал, какая будет крутая операционная система летом. И тогда они впервые начали говорить, что мы суперсильно оптимизируем Safari. У него там всякие Energy Saving там это и то, да? И я тогда понял, что, блин, похоже, что надо. Ну, да. Хотя я до этого и на PC пользовался Safari, когда его еще поддерживали. Пятая версия. Но это ты хипстер был. Ну, да. Скорее всего. Короче говоря, прям вот тут чувак пишет, что Regardless, it's time to break up. I'd say it's not you, Chrome. It's me, but that wouldn't be true. Я бы сказал, что дело во мне, но на самом деле нихрена не так. Дело в тебе. Это твоя вина. Будет сложно, но я собираюсь привыкать. То есть, типа... Кстати, следующая статья сразу же Hands on with Project Spartan. Хорошо. Ну, здесь небольшое голосование. Я вот голосую за Safari. В основном, конечно, 2% все-таки Chrome пользуются. 10% agree with you. Ну, да. Да. Поэтому пишите в комментариях, какие у вас все еще остались. Знаешь, я на самом деле уже предвижу эти комментарии. Для Chrome is лучшее там расширение, которое позволяет работать с SVG, CSS Shape'em и прочим там и так далее. Ну, блин, это не выдерживает критики такое говно, потому что большинство каких-то важных и интересных расширений есть на Safari уже. Но, наверное, много кто пользуется Windows, Android, а на Windows Chrome, ну, я вот, ну, хорошо, я не работаю на Windows, я не знаю, как с этим интернет-эксплорером именно в работе. Насколько там крутые инструменты разработчика, консоль и так далее. То есть, ну, не пробовал просто на on-daily basis работать там. Ну, опять же, ты можешь разделять свои два досуга, так сказать. Да, ты можешь сидеть на постоянке на Safari, а какие-то вещи разрабатывать в Chrome. Но тебе в любом случае тестить надо будет в нескольких браузерах. Ну, тестить, это, понимаешь, это ты зажмуриваешься, зажмуриваешься, но затыкаешь, окунаешься в эти кокульки. Так. И быстренько тестишь и выныриваешь. В 8-ом интернет-эксплорере. Ну, нет, я про Chrome. И выныриваешь после этого. Мне Firefox немного больше импонирует, потому что он, ну, он, во-первых, реально быстрее, ну, вот так, визуально. А во-вторых, Tor-браузер вокруг Firefox построен. Поэтому это что-то значит. Firefox, это, знаешь, это очень, опять же, такое хипстерское, так скажем, комьюнити, именно для, вот именно разработчиковское такое. Ну, да, консюмеров, пользующихся Firefox, я думаю, можно по пальцам пересчитать, и не очень понятно, как их занесло. Как они вышли до туда. Ну, короче, ладно, это классический холивар, на самом деле, про браузеры. Перейдем дальше, наверное. Новые. Площадка от дизайн-мода Маркет называется. Действительно, как еще называется? Это что, Лендуху мы сейчас видим? Да, мы смотрим их лендинг, Маркет Эннаунс. А кто такой, кто такие дизайн-мода? Ты вот себе дизайн-мода, а кто это? Ну, мы же уже обсуждали, это чуваки из Молдавии, которые решили работать на весь мир, и теперь там не только чуваки из Молдавии, а много разных людей, и они базируются в Нью-Йорке, и оттуда хреначат. То есть, они что-то понимают в дизайне, не просто мы сейчас... конечно, это же там, у них даже образование есть по этому поводу. Это нормальные ребята, которые делают разное. Делают хорошее, делают плохое. Так, и чем... Вот их стартап-фреймворк был говно, например. Их флэт-юай-фреймворк до этого был неплох. Это очень хороший фреймворк для бутстрапового дизайна. Я, кстати, не знаю сейчас, чем они больше славятся. Тем, что все их знают про стартап-фреймворк, или тем, что все знают про флэт-юай? Да, кто как. Сейчас уже есть, я думаю, поколение людей, которые их знают только по кардс, по эйдж-билдеру для WordPress. То есть, они же очень сильно себя пушат во всех местах. И кто-то их, может быть, заметил там полгода назад. Не как мы пять лет назад, когда они начинали, а недавно. Ну так вот, они свою площадку для продаж анонсируют. Называется она Market, очень бесхитростно. Можно заявиться туда, типа, я крутой, я хочу у вас продаваться. Вот они хвастаются, у них 250 тысяч твиттер-фолловеров, 200 тысяч подписчиков по имейлу, 118 тысяч в социальных сетях фанов, видимо, Facebook и Google+, на двоих. Ну и почему-то они посещения свои не очень анонсируют, сайты самого. Ну, с учетом того, что у них ноль комментариев на некоторых статьях, к сожалению. Я думаю, сильные посещения. Ну нет, а что здесь можно продавать на этом маркете? А все, что хочешь. То есть, вот они уже нам показывают, что вот за апрель ты 10 тысяч долларов заработал, здесь ты уже 11 еще и давай вперед. Это кто заработал? Это у них так админка выглядит, типа. А, это у кого-то кто-то заработал, да. Или может быть это нарисован. Может быть на максимум сколько они заработали? Не знаю. Ну нет, но цифры-то как бы не очень космический. Так. Ну вот. И они говорят еще, что когда ты, типа, заявляешься со своим продуктом, ты для него должен сделать лендинг на картс. То есть, чтобы была консистенция полная, чтобы у всех было примерно одинаковые презентации. Ну и вот здесь кто-то продает UI-киты. Угу. То есть, они еще, видишь, тут говорят, что они сильно отбирают вообще всех, кто туда это. Ну и в основном, естественно, дизайнерская тема. То есть, вот если мы с тобой сейчас посетим. Давай. Давай. То здесь вот UI-кит такой-то, UI-кит такой-то. Тут телефончики, здесь именно интерфейсные штуки. Здесь мокапы. Угу. Еще один UI-кит. Еще UI-кит, еще мокапы. Еще UI-кит, еще UI-кит. Ну, ты понимаешь, Понятно. А цены-то вообще как? 59-20. То есть, тут абсолютно разные цены. Вот Drunk and Parrot UI-кит. Сотку стоит. Соточку. Но, казалось бы, тут сейчас нас ошеломят цифрами. Так, будем ждать. Тут все на карт сделано. Да, что там... И тут все так на карт сделано, что, видимо, надо... Кроме... Да, да. Видел, тут прикольно всплыло, как бы из серединки вот так вовнутрь. Так. Внаружи. С серединки вовнутрь, это скучно. Ну, видишь, у них тут, кроме того, что это UI-кит, еще и тема для бутстрапов. Еще и крутой стайл-гайд, все прям расписано, прописано, какие шрифты, еще куда. То есть, тут заморочились ребята. Красиво это все оформили. Целый набор иконок для этого. Ну, то есть, классический, реально UI-кит. Огромный UI-кит, да. То есть, тут еще и цветные иконочки. Угу. Здесь можно даже сэмплы посмотреть. То есть... А, точнее, нет, это... Типа, что можно сделать с этим UI-китом? Здесь уже приложено несколько, как бы, ну, типа, шаблонных проектов. Типа, все еще не убедили? Там, все, ретина-рейди, адаптивный, на бодстрат, все легко, все круто, вау-вау-вау. Мы сейчас практически рекламируем. Мы с тобой рекламируем кардс, в основном. Что можно вот такую лундуху сделать. А, ну, ну, может быть, да. Как будто. Ну, короче говоря, то есть, дизайн мода доросли до таких монстров, которые уже могут себе маркет позволить, получается. Монстров общения, да. Да, могут себе позволить свою площадку для продаж. Ну, до этого только на креатив маркете продавались вместе с телками. Угу. Можете заявиться на дизайн мода и заработать немножечко бабла. Переходим к следующей теме. Такая хорошая тема. Вообще, вообще классная. Началось все с того, что мне на почту пришло вот такое. Кое-что старое, кое-что новое. И че? Сегодня мы представляем 100 новых стикеров для Swarm. Некоторые из них созданы на основе ваших старых бейджей. Бейджей. А многие требуют выполнения абсолютно новых заданий. Начать получать. Я вот не знаю, начать получать, это смысл бейджей. Начать получать задания и бейджи, да. Понятное дело, что не по лицу, но все равно успешно. А именно хочется вот, да, начать получать. Короче, подожди, давай кто не знает. Foursquare это такая хрень, которая была очень крутой хренью, а стала фиговой. Ну почему? Это стартап. Это стартап, который основан на том, что ты вот в городе находишься. Отлично. Не знаешь, куда пойти. И не хочешь открывать Yelp. Потому что Foursquare еще на чекинах был основан. То есть там была некая графикация, что ты не просто смотришь отзывы, а ты заходишь туда, отмечаешься, что я тут. Всем твоим друзьям пушит там какой-то хрен неподалеку от вас там-то. Хотите, можете пойти с ним выпить кофейку, поесть там, что-нибудь сделать. Так. Все. И да, там много всякого было. Мы почему с тобой знаем про Foursquare? Потому что, когда мы с тобой изучали такую систему управления баз данных, как MangaDB, нам приводили Foursquare как пример хороших ребят, потому что они на MangaDB как раз сделаны. То есть они очень легко скейлились, и они с самого начала придумали крутую архитектуру, которая им позволяет сейчас скейлиться до невероятных небес, распределять это все по... хорошо быть доступными и прикольными. То есть ты думаешь, они не парятся вообще с... То есть, грубо говоря, вот Facebook же ведра подставляет. Да, да, Facebook приходится ведра подставлять, Twitter тоже, из-за того, что они на рельсах себя написали изначально. Приходится ведра подставлять. А тут чувакам не приходится, потому что у них изначально был сервис приложения с базой данных. То есть у них не веб-сервис изначально был, хотя у них была какая-то веб-оболочка, которая тоже агрегировала какие-то вещи, там, карту показывала, что-то еще. Но и то, по-моему, не сразу. То есть это был сервис для отмечания и оставления таких казуальных отзывов, типа, тут прикольно, тут круто. А потом, видимо, пришел злой дядька или кто-то там что-то... Я думаю, они по аналитике посмотрели, что есть часть пользователей, которая только залипает в отзывах, а есть часть пользователей, которые только играют вот в эту игру. Причем, самая главная игра была, это то, что можно было стать мэром какого-то заведения. Если ты больше других чекинишься в какой-нибудь кафешке, то ты становишься мэром этого заведения, это всем видно, как бы... Ты представляешь, это даже у нас в Челябинске было интересно. Обязательно, ты где-нибудь там в Москву какой-нибудь... Мы с тобой и на Аляске прикалывались. Да, да. То есть, я согласен, что это такой большой довольно-таки пласт, и это можно тоже использовать как маркетинг. Даже у нас в Челябинске было очень много акций, даже много лет назад, что типа за каждый третий чек-ин получи кружку... Было. Я даже получал. Так вот именно. Это прикольно. Так и просто, ты понимаешь, ты людей запоминаешь. Вот тот мэр стал, а этот у тебя отобрал, они ходят с тобой вместе. И на самом деле ты не замечаешь, как ты уже штаны просиживаешь в этой кофейке. Да, да. То есть, это очень хороший инструмент для маркетинга. Я думал, ты скажешь, что штаны снимаешь, потому что ты уже познакомился. Это-то само собой, это и без Foursquare можно было делать. Ну и вот, в какой-то момент они разделили это на два приложения, на Foursquare и на Swarm. И... да. В Foursquare остались только отзывы, как в Yelp, а в Swarm только игра. Ну и с Swarm можно было перейти легко в Foursquare. Они туда-сюда переходили, если ты в Swarm сидел, отметился, и ты, кстати, можно почитать отзывы. Ты жмешь на эту кнопку, и у тебя открывается Foursquare. То есть, там была такая перелинковочка очень качественная, правильная. Ну и в какой-то момент, когда появился Swarm, они мэрство отменили, значки отменили, бэджи, и осталось только просто, какое у тебя настроение, там я с очочками, я там с яичинкой и так далее, всякий бред. Да-да-да. А теперь возвращают именно те самые бэджи, которые были. Вот, например, вот этот бэдж, где здесь крыса с этими. Это то, что ты ходишь много по магазинам, и ты получаешь бэджи за чекины в большом количестве разных магазинов, там, бутиков и так далее. И по твоему профилю можно видно, там много летает, много пьет кофе, много ест пиццы или много ходит по магазинам. Это было довольно-таки прикольно. Был момент, когда прям мы... Да, это прикольно было. Мы сильно это все делали, и когда они перешли в Swarm, мы немного отвалились. Я вот прям помню, как у меня произошел этот переломный момент. Ну и вот они возвращают. И это, я так понимаю, возвращают в Foursquare или в Swarm возвращают? В Swarm. Видишь, здесь Swarm кое-что старое, кое-что новое. И обновить Swarm кнопка. То есть именно в новой версии Swarm опять будет вот это все. Ну и вот у них здесь пост на блоге об этом. То есть ты считаешь, что надо снова попробовать поставить? Как тебе? По ностальгии? Было бы только куда ходить, а так да. Скажу честно, я их не удалял с тех пор. Они как бы у меня установлены, я просто перестал пользоваться. То есть ты можешь посмотреть, в принципе, да? Я могу, в принципе, когда угодно начать снова. Первый раз бесплатно. Не завязывал. Это знаешь, как начать снова играть в World of Warcraft, когда вышел очередной аддон. Вот так же. Ну, нет, надо посмотреть. Я хотел, просто как-то еще не успел. Ну давай, что-то последнее надо тогда же. Мы уже тут развлекаем людей. Эм. Последняя новость. Так просто, у нас еще одна была новость с тобой про яндексовский поисковый алгоритм. Да, и куда мы его делим. Я ее просрал куда-то. Это причем серьезно, это даже не развлекуха была. Это был прям реально серьезный. Ну, хорошо, мы ее сейчас позже чуть скажем. Три больших вещи, которые будут... Три именно. Три больших вещи, которые будут происходить в World of Warcraft о том, что нас ждет в WordPress в ближайшем будущем. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Будет dependency management. То есть, не только child-темы, но и компоузер, вот эта классическая библиотека для PHP, с помощью которой можно подключать как Bauer для фронтэнчиков, так вот компоузер для PHP-модулей. Ты пишешь, компоузер такой, это установил, и можно будет написать компоузер апдейт, он тебе обновил все модули твои для PHP, которые у тебя здесь установлены, и так далее. Вот большие куски WordPress тоже станут модульными, можно будет подключать из плагина в плагин, там и так далее. Но такие расторопные разработчики давно уже это делают, потому что это просто удобно. Но вот, WordPress или сделает свою какую-нибудь, или использует компоузер. Бла-бла-бла, что это значит для вас, надо учить, знать, любить. WordPress будет только бэкэндом. Но мы давно уже об этом говорим, что с развитием WP-Rest API, скорее всего, все веб-морды, будем так говорить, перед, будут делать на JavaScript, как веб-приложение одностраничное. Это же супер у нас тренд и так далее. Так, веб-задница будет делать. Веб-задница, это вот только WordPress. Вот. И ты менеджить контент будешь через него, хотя можно и админки сделать с помощью REST API. И у тебя WordPress будет только на серваке крутиться, с базой общаться и тебе отдавать все это. Ну, да, да, очевидно, что будет такое, но как скоро и как сильно, пока непонятно. А почему такое затишье с новостями после такого громкого взлома WordPress? Ну, видимо, все латают дыры, подставляют ведра, и мы сейчас не до ньюсмейкинга и не до каких-то релизов крупных. То есть, много же новостей у нас там, вышел новый плагин, вышло новое то-то-то-то-то. Ты имеешь в виду сейчас маркетинговая дыра такая образовалась? Нет смысла сейчас выпускать что-то никто не купит, потому что сомневаются? Да-да-да, сейчас не до этого, у нас сейчас надо как-то восстановить имя честное и так далее. Ну, я думаю, у них там все схвачено по календарику, как, что делать, по такому розовому, кругляшками, когда началось. Так, началось, подкасты, надо тут тему нашу достать, вот она у нас. Чек-лист коммерческих факторов ранжирования Яндекса. Это мы можем связать с нашей темой, которую мы обсуждали поза том, подкасте, опять же, или? в каком-то мы обсуждали новый поисковый алгоритм Гугла и Яндекса, и в Яндексе будет минусинск вот этот, да? Угу. И... Это относится к этому алгоритму или нет? Это прям про него. Это про него. 14 мая он уже начал действовать, сегодня 18-й, напоминаю, понедельник 15-го года, выпуск номер 38. Ага. Так вот, на первое место выходят нессылочные факторы теперь, влияние ссылок снизится, все снижается и снижается, дай бог уже когда-нибудь снижается. И здесь есть несколько инструкций, какие нессылочные факторы будут ролять. Инструкции по увеличению скорости загрузки сайта, я думаю, мы все не понаслышке знаем, как и что там делать. PageSpeed. Инструкция по перелинковке, это тоже хорошие SEO-специалисты знают, как перелинковывать, как вначале в заводочках делать статьи еще. Как писать популярные статьи, похожие статьи, хлебные крошки, чтобы была перелинковка с категорией, с главной, это мы все знаем и любим. Ну и здесь в докладе Яндекса они начали еще где-то других факторов, которые каким-то образом алгоритмами тоже будут учитываться. Ну, возможно, нужно будет для имейл, скайп, понятно, то есть у них есть конкретный вид ссылки, они это узнают. Так, а, например, форум обратной связи тоже форума, хорошо. Да дохрена там, ну просто фотографии офиса, и что, а вдруг там не офис? Ну, по ключевым словам каким-нибудь, не знаю. Понятно. Это как-то, нужно будет очень типовые такие сайты делать, и вот они будут хорошо ранжироваться Яндексом, видимо. А, кстати, знаешь, что это удобная вот эта штука? Она, знаешь, для кого? Те, кто не может себе контент на сайт набрать, блин, а что вот себе еще такое, чем заполнить место? Вот. Фото и имена администраторов. Вот, да. Ну, в принципе, да, согласен. Но это, обещает, пишут коммерческие факторы ранжирования, то есть для каких-то компаний, для предприятий, и здесь разумно на форумах дальше ребята пишут, что, а что, почему это коммерческие? Форумчане, да? Многих некоммерческих тоже все это уже есть, там, телефоны, офиса, фото, админа администраторов, страницы в соцсетях, то есть это все естественно будет. Как они будут определять телефон, видно в первые две секунды просмотра страницы? Есть модуль онлайн-консультации, живо сайт и прочее, ну, хотя тоже разметка есть, видимо как-то будет все очень хитро парситься, поэтому все естественно будет в описании к видео, посмотрите, что вам предстоит работать и за что вам предстоит выбивать бабки из клиентов, что с 14 мая новый алгоритм, надо, дескать, переделать все, постраивать модуль живо сайт. Получается, этот алгоритм, он же сложный, ну так, если по-хорошему, то есть все равно, но Яндекс же они для себя стараются, грубо говоря, то есть они вот написали этот алгоритм, они теперь могут бабки с рекламой еще больше драть. Отсутствует сторонняя реклама здесь, видишь? Возможно, Директ это не сторонняя реклама. А это-то своя. Это-то как раз лучшая реклама, отличная реклама. Ну вот, отзывы о продукции есть, это хорошо. Угу. Ну, то есть, на самом деле, очень много из этих факторов, они не только для алгоритма, они еще и для людей. Ну да, конечно. И, видимо, Яндексовские алгоритмы, они превращаются в людей. Да вообще, Яндекс, вообще, ну молодцы. Ну, яндекс маркет и купить можно сразу. За 52 тысячи айфон. Вот именно. Так что, я даже не знаю, что и сказать. Как закончить? Работают. Ну, как закончить? Закончить, как всегда. Подписывайтесь на соцсетях, 56 минут всего. Чуть меньше часа в этот раз. Блин, может быть, больше людей послушают. Я надеюсь. Потому что час это такой Рубикон, который прям, если уже жребий брошен, то должен быть перейти. Подписывайтесь на соцсетях, в Инстаграме. Почему Инстаграм сегодня первым сказал? Не знаю. В Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Ставьте нам звездочки, пишите отзывы в Айтюнсе. Прям слезного спросим. У нас там добавляется чуть-чуть. Ничего прикольного пока нет. Никита. А, нет. Есть прикольное на Ютюбе, ты же помнишь. На Ютюбе у нас всегда прикольное. Я прям очень хотел, мне интересно. Там комментарий или там вопрос какой-то? Или там... Как тебе сказать? Там... Там все хорошо вообще. Ну-ка. Сообщество. Так, 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 так. Здравствуйте, уважаемые друзья. Как создать спрайт только с пробелами. Ура! Давайте вещайте кольтавые. Там было. Я просто... Я не понял, быть лёш это или не быть лёш? Не знаю. Мне не... В принципе... Перестаньте ВК постить приторные цитаты, плиз. Смотри, нас даже уже на Ютюбе просят. Нас даже уже тут нашли. Да, ребята, нахрена вы в политику лезете? Зашел в паблик ВК и вышел сразу. Ватники, блин. Особенно забавно поглядеть на Ватника Гончарова в пиндосовской кепке. Ты сейчас в ней прям сидишь. Ну, я не сижу, конечно, да. Игорь Арен нам это пишет. Игорь, вот ты когда сделаешь себе линию по производству хороших трекер-кепок, я тебе личные деньги принесу и у тебя их начну покупать. А пока приходится через три... Через три места заказывать из штатов за доставку платить больше, чем за кепки, потому что нужны именно такие. А что в паблике в политическом уже давно ничего не было? Кроме названия. Видимо, его только название смутило, но, чувак, так бывает. Так, продублировав голову в тело, ну, вы четкие парни. Ой. Ой. Я прям расставил. Ну, в смысле, спасибо реально за отзывы. Это сейчас не троллинг. Знания, я думаю, они к тебе уже в невере старые приходили. Понял? Точно подметил. Отлично. Да, все. Надо заканчивать, а то мы сейчас за час выйдем. Нет, не успели. Еще две минуты. Все нормально. Всем удачного дня. Пока. Пока.